Но, во всяком случае, нам интересно, кто победит в этом поединке. Представитель Сибирского федерального округа Иванов, в белом кимоно Приволжского федерального округа Болянов. Еще раз повторю, вышли на татами. И своя категория до 90 килограмм. Михаил Анатольевич, самые запоминающиеся категории или спортсмены на протяжении трех дней соревнований. Кого-то уже выделить можете? Ну, я откровенно скажу, начну с девушек, потому что ближе перед глазами. Мне очень понравилась Конкина Анастасия. Она уверенно, убедительно выиграла схватки бросками. Агрессивная, активная такая, интересная, открытая манера борьбы. Уверенно бросает. А Дмитриева? Дмитриева. Дмитриева была интересна по той простой причине, что она очень неубедительно выглядела первой схватки. Вот, она очень неубедительно выглядела первой схватки. Вот, ну а потом в финал разборолась. И, видимо, опытные спортсмены умеют собираться против на конкретные хорошие и важные схватки. Они умеют собираться и четко их реализовывать. Я, по-первых, поединком думал, что она просто не тренированная, что она уставала. Она так достаточно с трудом раскочегаривалась. Но финальная, конечно, поединок был великолепный. Полуфинальный поединок она выиграла в конце. Но в финале, да, это подготовила одним броском и вдогонку моментально догнала задней подножкой, по-моему. Ну, есть мнение у многих специалистов, что ближе к финалу спортсмены больше разбораются, больше раскрываются, да? Ну, знаете, обычно же как, чем выше уровень спортсменов, ну, более старше, тем больше зависит от захвата, от какого-то замечания, тактики. И вот мы предыдущие первенства России смотрели, в финальной части было много ярких поединков, заканчивающихся бросками, там, победами. Чистыми победами, да. Но на удивление, вчерашняя и позавчерашняя финальная часть была очень захватывающая, очень интересная. Не менее интересная, чем предыдущие первенства. Я с вами соглашусь. И надеемся, что здесь, если не в этом поединке, то в последующих поединках тоже у спортсменов будет получаться досрочная. А держат победу красивыми яркими бросками. Ну, в очередной раз это говорю, потому что вот именно бросками, техническими элементами славится дзюдо. И дзюдо, которое является в мире популярностью, одним из самых, наверное, популярным видом единоборств. По популярности популярным, да? Ну, что же делать? Я скажу больше, дзюдо занимает второе место в мире по количеству федераций, которые находятся в Международном Олимпийском Комитете. То есть мы популярность и второй вид спорта в мире. Второй вид спорта. А единоборство, естественно, первый. По количеству стран, которые развиваются. Так вот, себя сами похвалили, поскольку мы прямое отношение, но статистика дело капризное. Да, вещь такая, что мы должны действительно знать, на каком уровне где находимся. И ввиду этого, естественно, ведется постоянно интернет-трансляция уже третье первенство России мы освещаем. Ну, и в предыдущие годы были пробы, делали освещение. Но вот сейчас уже в течение целого дня, не только финальный блок. Представитель Приволжского федерального округа Белянов ведет юга. На этом поединке было скручивание. Он сделал контратакующее действие. Ну, и потихонечку время идет, времени становится все меньше и меньше. А вот Иванов достаточно такой неудобный спортсмен для всех, наверное, да? Сам не бросковый, сам не бросковый, но цепкие, вязкие, длинные рычаги. И падает тоже тяжело, да, и бросить его сложно. Да, чувствительность хорошая. Вроде бы уже падает, а выкручивается. Да, и получается же у него. Ну, во всяком случае, попытку проведения приема пытался сделать. Тут же контратакующим действием встречал Иванов. И падение было зафиксировано еще раз на бак. Соответственно, нет, Белянов, да, делал. Иванов пытался атаку сделать, контратакой Белянов его встретил и заработал вторую югу. Да, уверенно Белянов ведет. Хотя, по сути, Белянов сам не низкий спортсмен, да, но вот есть еще выше в этой весовой категории. Да. И опять можно так с натягом югу, как-то спорный. Да, да, потому что спорная ситуация. Зашел на один прям, тут же изменил траекторию направления атаки. Но не получилось ничего сделать. Не просто дается Белянову эта борьба, поскольку вот где-то за шею, где-то он себе пытается поправить. И, видимо, то неудобство, которое создает ему Иванов, не дает ему возможности хорошо себя комфортно чувствовать. Верхние захваты сковывают постоянно. Сковывает. Сковывает. Сможет ли довести здесь поединок до конца, сможет ли выиграть, посмотрим. Но все-таки Белянов лидирует в нем. Тяжелая весовая категория. Вы тоже наблюдали за спортсменами или только спортсменок видели? Вчера, да? Ну, нет, сегодня тяжелые. Сегодня, да, спидинг-кью, там уже идет борьба уже за выход в восьмерку, уже давно борьба идет, да. Ну, пока что все, что должно было быть, оно то и происходит. Каких-то сюрпризов нет, тех, кто должны быть. Первая четверо-финальная пара здесь Мали Шамилов. Вот, потом я немножко пропустил, не знаю. Но вот сейчас наблюдаем Довтукая, Сундуков тоже, как бы, ну. Но Кривобокова здесь нет. Здесь нет двух лидеров, да. Здесь нет Кривобокова Антона, победителя первенства мира и Европы по юниорам. Здесь нету Саркисяна, победителя первенства Европы до 23 лет. Так как это два явных лидера, тренеры сборной, однозначно отдают им предпочтение перед другими, они их уже начали готовить в Европе, в мире. Они сейчас на сборах в Генгрии находятся, я знаю. Вот, и освобождены от участия в первенстве России, потому что у них уже подготовка идет в составе взрослой национальной команды. Ну и Кривобоков совсем недавно был на взрослых турнирах с медалями, да? Да, только что в Грузии он завоевал серебряную медаль, второе место. Выиграл многих лидеров мирового. Это наш юниор, а возраст его 20 лет, да? Он 93-го года рождения, да, он еще может по молодежи бороться еще и этот год, и следующий год, да. Он только в юниорах, 21 год. 21 год, то есть он по юниорам выступает, а уже на взрослом международном турнире, на серьезнейшем старте в Белийском турнире, все мы знаем об этом, что это за турнир и какой он статусный был всегда. Он стал серебряным медалистом, с чем мы его поздравляем. Ну и желаем, конечно же, удачи. А тем временем, ближе к концу наш поединок, 28 секунд остается. Неудобный спортсмен Иванов, ну, не смог ничего сделать пока. И вот несколько было атак в его исполнении, за которые арбитр сразу же Белянову дал Шида. Ну, Шида это замечание, замечание не может быть выше оценок. И, соответственно, оценки две, которые у Белянова, если правильно фамилию говорить, Белянова, да, есть, но он ведет в этом поединке. Да, сложно представить, что в этом поединке может что-то измениться, только если кто-то за ногу схватит. Ну, будем надеяться, что такое не произойдет. В всяком случае, Иванов, я смотрю, вот так, знаете, настроен, настроен все-таки взорваться на последних секундах и провести атаку. Получится, не получится, мы сейчас узнаем. Вот что-то просматривает, может, там и кто-то чего-то схватил, а мы не заметили. Да, возможно, но, наверное, неспроста вы это говорите. Ну, я так думаю, потому что один раз Сиит расстраивается, а другой что-то там. Нет, команда Хаджимая, и вот опередил Белянов. Сам сделал ту заднюю подножку, на которую настраивался и целился Иванов. А сейчас Иванов, да, так на последних секундах залез очень опасно на заднюю подножку. Самый чуть-чуть бы перетерпел бы, там спинку разломил бы и мог бы успешно закончить. Не смог вытерпеть, но и время становится меньше. Падение вот сейчас, ну, на ягодице было, да, сделал Белянов бросок. Два Юка против Шида, выигрывает Белянов и попадает восьмерку финалистов. Дальше будет ему, конечно же, сложнее бороться. Ну, возможно, против Иванов другой спортсмен точно так же противостоял бы со сложностью, да, сложно было бы ему против себя. Да, неудобный спортсмен, если найдется еще тренер подход к нему, как развить ему атакующие действия, то это будет очень нестандартный, интересный и, возможно, успешный спортсмен. Говорят специалисты, хороший материал, да? Да, ну, высокий рост, рычаги длинные, чувствительные, неподучие, только нужно найти атакующее действие. Ну, надеемся, что у него будет еще такая возможность. В любом случае, в следующий круг уходит Белянов. Виталий, представляющий Привозовский федеральный округ. И мы ожидаем следующего поединка. Продолжение следует...